АПЛОДИСМЕНТЫ Глядя на ваши ордена, ваши медали, я хочу вас поприветствовать фразой «Спасибо вам за победу!» И наша аудитория присоединяется. Рея Николаевна, мы вас представили как самого почтенного йога. Это правда? Да, в секции не было старше, я самая зрелая спортсменка йога. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне через полгода 90-го. Вы занимаетесь йогой каждый день? Почти, стараюсь держать себя в форме все время. И сколько часов в день вы уделяете йоге? Иногда, может быть, час, но полтора часа много. Если вы не против, я буду пытаться за вами повторить вот все эти позы, которые вы до сих пор с легкостью, с совершенством демонстрируете на занятиях. Вы не против? Не против. А сейчас я попрошу вас познакомиться поближе с Андреем Данилевичем и рассказать ему о том, как к вам пришло это удивительное увлечение. Хорошо? До встречи на этой сцене. Позвольте, я вас провожу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько вам было лет, когда вы стали участником войны? 15 лет. Ну, подождите, а как вас отпустили 15-летняя девочка и родители? Никто не отпустил, я удрала. Я прошла Румынию, Югославию, Болгарию, Венгрию, Австрию и Германию. АПЛОДИСМЕНТЫ А в каких войсках вы служили? Какая у вас была военная специальность? Военная специальность у меня радистка. Принимала, ну, секретные шифровки. Азбуку Морзе не забыли? Вот, азбуку Морзе уже прошло 70 с лишним лет, но я азбуку Морзе помню. Может быть, некоторые цифры забыли. А сейчас сможете нам что-то настучать? Вот. Да, ничего не видно. А ну-ка, я попрошу аппарат Морзе вынести в студию. Попробуем настучать. Например, возраста нет. Я представляю, какими глазами молодое поколение сейчас на это смотрит. Ребята, вот первые смс-ки отправлялись вот таким образом. Запомните. Да. Даже в этом таком уважаемом возрасте вы можете делать шпагат и принимать позу лотоса. Да, да. Могу сейчас лотос сделать. Сейчас можете лотос сделать? Здесь, пожалуйста, да, на диване. Ирина Николаевна, ну наверняка, чтобы сохранить такую гибкость, нужно начать заниматься с самой юности. Да? Нет, я поздно начала заниматься. Около 50, наверное. Ну сначала я сама по книге, тогда это было сложно, даже запрещалось вроде йога в то время. Но мне попала книга. И я немножко дома. А потом я уже пошла в секцию. И 15 лет я занималась в секции. Скажите, до того, как вы увлеклись йогой... Я моржевалась. Моржевали? Я моржевалась. Тогда были морозы, лед был вот такой толстый. Да, и что? Муж брал топор, прорубывал прорубь. Вот. И я даже обвязывалась, потому что можно уйти под прорубь. Веревкой? Так я даже обвязывалась, и он держал веревку, ну, чтобы я не ушла. Может, вам уже неудобно так сидеть? Нет, очень удобно. Порядки? Я тогда пообщаюсь с вашими родными, которые приехали вас поддержать, ваша внучка и ваша невестка. Гордишься бабушкой своей? Конечно. Буквально до прошлого года, обязательно каждый день, она ходила с утра на море. То есть пешком вниз по лестнице, на море искупаться, потом назад домой по лестнице наверх. И вот с этого начинался день. Рея Николаевна, скажите, вам интересно жить? Да, вот удивительно, что я даже думаю, вот я постарела, а жить интересно, потому что много интересов еще есть в жизни. Да вы не постарели, постарели те, кому неинтересно жить. Рея Николаевна, желаю, чтобы жить вам было интересно и энергия, которая вас, это видно, бьет ключом, не истекала. Спасибо. Ну, как мне известно, Андрей Даманский готов получить от вас урок и попытается повторить несколько упражнений, которые вы все нам сейчас покажете. Давайте поприветствуем моего коллегу на сцене. Рея Николаевна, я вас очень попрошу дать мне мастер-класс по йоге. Если вы не против, добро пожаловать на сцену. Смотрите, вот у нас тут два таких импровизированных йога-коврика. Мы снимем жакет, конечно же, потому что у нас будет спортивное соревнование. Это не просто мастер-класс, это будет противостояние зрелости и, словно и такой, не первой, но молодости. Я готов начинать раунд первый. Повторяю за вами, вернее, пытаюсь повторить все то, что вы показываете. Так. Ага. Ой. Ага. Руками я должен дотянуться до конца своей ноги, да? Да, взять. Данилевич, согни меня чуть-чуть, я прошу. Иди помоги, иди, не сиди без дела. А-а-а. А-а-а. Ну, правда, тяжело? Слушай, ну, я просто смотрю, Рея Николаевна не просто затягивается, она ее обхватывает и ложится на ногу. В твоем случае удобнее за эту ногу взяться. А вы так начинаете растягиваться перед занятием? Да, одну ногу, потом другую. Следующий уровень. Ого. Да, Ванский, давай, не сдавайся. Подожди, подожди. А что ты, вообще вот это все, предел твоих возможностей? Ну как, где предел, это знает только мой хирург-остеопат, который потом будет меня собирать. Тем временем, Рея Николаевна совершенно спокойно принимает позу лотоса, причем полный лотос, вы видите. Да, что поза лотоса, она успокаивает, улыбка сама идет. Если вы не против, давайте сейчас покажем ваш знаменитый вот этот продольный шпагат. Сейчас Рея Николаевна Малинина покажет то, что я себе даже в страшном сне не позволяю. Шпагат. 89, почти 90 лет. Это лишний раз доказывает, что возраста не существует, его просто нет. Браво, Рея Николаевна, браво. Для нас большая честь вручить вам медаль возраста нет. Вам здоровья, многих долгих лет, удивительных открытий каждый день. Медаль в студию! Медаль в студии! Медаль в студии! Субтитры создавал DimaTorzok